С портретов смотрят выдающиеся личности, которые оставили след в истории России. Кто-то знаком детям, а кто-то нет. Интерактивная игра от былиных богатырей до героев наших дней поможет узнавать новые лица. Маленькие армавирцы уверены, день России – это праздник. Значит, надо поздравлять родную страну и говорить пожелания. Я желаю нашей стране благополучия и процветания. Я желаю, чтобы все радовались добра, мира, благополучия, чтобы наша страна была самой лучшей в мире. Для многих наша страна – это живой организм, поэтому многие желают в первую очередь здоровья. Тем, кто еще не умеет писать, помогают мамы. Самое главное – все заняты общим делом. Мы начертили карту России, России нашей, чтобы дети угадывали герб России, Краснодарского края, Армавира, чтобы они писали пожелания нашему краю. Без труда не выловишь рыбку из пруда или из речки. Пока мальчишки забрасывают удочки, библиотекари рассказывают, какую рыбку можно поймать в водоемах Кубани. Год экологии. 80 лет со дня образования Краснодарского края. День России. Этим важным событием посвящена работа интерактивных площадок. Прежде всего это общение с детьми. И мы ждем детей для того, чтобы с ними пообщаться, для того, чтобы с ними поговорить, для того, чтобы взглянуть им в глаза и вложить в их души, в их головы что-то новое, что-то светлое, что-то доброе. Каждый педагог знает, что игровые приемы помогают лучше усвоить пройденный материал. Библиотекари также в курсе, поэтому приготовили много творческих заданий. Пока маленькие мастерицы украшают кокошники или сапожки-кусарики, слушают рассказ об истории костюма. За соседним столом ребята мастерят украшения с цветами российского триколора. Такую брошку можно подарить, а можно с гордостью носить самому. В парке многолюдно. Выполнил задание, получил в подарок небольшой сувенир или подделку. Мелочь, а приятно. А между делом узнал немало интересного. Есть желание расширить знания, значит после праздника стоит наведаться в библиотеку. Лариса Яровская, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.